Самарская Организация Писателей На желание выразить свое творчество Даже тех, кто никогда не врался за перо Как вы думаете, это на самом деле связано Как я предположила С тем, что зимой традиционно Русские не знают, чем себя занять Или все-таки есть еще какие-то причины Ну, не знаю, честно говоря, с чем тут связано Может быть, правда С тем обострением, про которое вы упомянули И оно больше, в общем-то Наверное, не к нам относится, а к медицинским работникам А Действительно Вот не знаю, как это уж Сказать, чем объяснить Вернее, но весной действительно рукописи Приносят гораздо больше Может и правда долгими вечерами писала, скопилась Может что-то весной там наоборот Творческие токи просыпаются у многих И творчество Благодаря весне и солнцу наступившему Просятся наружу Но действительно, да, по весне Больше рукописей мы читаем Больше рукописей приходит Ну, я рад вообще, что в последнее время рукописей становятся Как можно больше и качество их гораздо лучше И вот за последнее время Очень такой хороший у нас толчок появился В прозе, то есть не было Недолгий период был Вообще Самара Самарская область – это такая поэтический край У нас Волга, у нас горы, леса, степи То есть все собрано в таком небольшом Небольшом участке земли И может быть именно это дает Такой поэтический толчок В нашем творчестве Все время было в Самарской области Очень хорошие и сильные поэты И вот сейчас еще очень добавились прозы Вообще литература, она все-таки Мне кажется, движется волнообразно В период таких вот Наверное, кризисных что ли моментов Революционных моментов Когда больше действуют у нас эмоции Тогда выходит на первый план поэзии То есть когда афористичность Когда больше может быть направлено Слово направлено больше на душу На такое вот, знаете, в чувствовании А не на размышления Да, выходит на первый план поэзии А сейчас, мне кажется, приходит время Уже осмысления того, что с нами произошло Вот за последние десятилетия Куда мы идем, какое-то осмысление Да, и приходит время такой вот прозы Который пытается осмыслить Вот этот пройденный период И вот сейчас, в последнее время Последние 3-4 года Очень много хорошего, достаточно достойного Произведения, которые у нас И получались, и российские премии Отмечались И вот у нас в Самаре здесь Благодаря, собственно говоря, прозе Хорошей качественно удается издавать Журнал «Русское эхо» Который вот сейчас уже выходит 12 раз в год И является ведущим журналом Издающимся в регионах Приходят авторы, у которых замечательный русский язык Которые прекрасно пишут, молодые ребята И вот это действительно дает такое чувство Не то, что даже надежды А уверенность в будущем дне, в первую очередь И понимание, что это вот не Нашими стараемся делать Все на все Вот Господь дает силы Вот Он дает, посылает таких людей Вот они есть, они живы А наше дело только помочь им И вот не испортить то, что есть Так что, слава Богу, жизнь продолжается Александр Витальевич, вот так неожиданно Оптимистичная, рассказывайте Я готовилась говорить с вами о кризисе профессионализма Ведь сегодня почти каждый из нас считает Что он может все Он умеет фотографировать Он умеет писать Многие ведут свои блоги И каждый считает себя состоявшимся уже автором Это же не кризис профессионализма Это наоборот развитие графомании Но как вот было, хороших авторов немного Вот вы знаете, в Самарской области Вот раньше, в председательской власти Союз писателей был примерно 40 человек Еще был актив примерно 40 человек Такой творческий актив И сейчас у нас писатели И вот чем в Союз писателей 82 человека Еще есть кандидаты То есть примерно Те, кто занимаются литературой профессионально Остались на том же уровне Идея объединения писательских сил Витала в Самаре еще до революции Она воплотилась в создании Самарского литературного общества Которая просуществовала с 1907 по 1918 год В 20-е годы в губернской столице Было множество литературных объединений Но настоящие даты рождения Самарского отделения Союза писателей Считают 1934 год Когда в губернии было создано Средневолжское отделение Союза писателей В истории организации, которая в этом году Исполняется в 80 лет Много славных страниц и громких имен После потрясений 30-40-х годов Когда репрессии выкосили почти всех членов организации В 60-70-е она пережила второе рождение Творчество нынешних членов Союза писателей Весьма разнообразно Это и поэзия, отмеченная самыми высокими Всероссийскими литературными премиями Борис Сиротин, Евгений Семичев, Евгений Чепурных, Михаил Онищенко И историческая проза Владимир Буртовой, Дмитрий Агалаков, Владимир Плотников И произведения о современной жизни Написанные в лучших традициях русской реалистичной прозы Иван Никульшин, Александр Громов, Сергей Жигалов А также литература для детей Александр Малиновский, Иван Бардин Другое дело, что действительно сейчас многие считают Что они профессионально занимаются Хотя это не так, этому литературе тоже нужно учиться Я вот люблю петь Но меня в Волжский народный хор не берут Потому что все-таки пою я хорошо в бане Хорошо пою с друзьями Но не на уровне в Волжском народный хор И многие понимают, различают Вот тут я пою хорошо, а все-таки есть другой уровень К сожалению, в литературе может именно за некой такой простоты Когда ты взял ручку и сел писать И вроде тоже те же самые буквы и слова Что у Толстого Кажется у некоторых порой, что это вот тоже Я тут тоже Толстой Но это глубоко не так То есть везде есть свои законы Везде есть помимо таланта, помимо дара Который дается свыше Нужно еще опять же то же самое трудолюбие Это раз, а во-вторых учеба Наверное, каждый человек в принципе в жизни Может написать, наверное, одну удачную строчку Или там один удачный абзац Но целиком Я, по крайней мере, не встречал Чтобы вот так вот Сразу замечательно все было Но вы перечислили, что в Союзе Чуть больше, чем 80 членов сейчас И с другой стороны вы говорите Что у вас много кандидатов И вам нравится молодежь Бывают такие случаи, что вы сами Выходите с инициативы к какому-то автору Предложить себя в члены Союза писателей Ну, как ни странно, да Чем талантливее автор, тем ему меньше нужно Вот требуется какая-то формализованность Скорее всего так То есть, хотя я вот, например, сам очень благодарен Союз писателям за то, что в свое время Люди, которые здесь вот Старшие товарищи, которые здесь вот были членами Союз писателей, вот меня приветили Меня обогрели, пригрели И я у них очень многому учился Так и сейчас, вот я сколько раз замечаю Что чем талантливый автор Ну, ему, в общем-то, он так достаточно Он самодостаточно, общается, он приходит Другое дело, что мы сейчас можем помочь Какой-то вот именно организационный Организационный момент помочь тем или иным авторам Но, понимаете, союз писатели Это все-таки структура Больше творческая, больше, скажем, дружеская Такая, да, атмосфера здесь И вот грань между членами союз писателей И не членами союз писателей Там, кандидатом, она очень такая Расплывчатая, узкая Ну, скажем так, особого значения Наверное, не стоит даже передавать На обывательском уровне Человеку порой сейчас сложно написать письмо Потому что он привык писать короткие сообщения Какие-то крошечные твиты и так далее И тому подобное Вот не сталкиваетесь ли с тем Что какая-то вот трансформация происходит И с тем, что делают современные авторы Опять же, мы вот, как говорят И раньше многие не писали Многие раньше вообще ничего не писали Вот сейчас мы говорим, что вот Ой, к школу, там все прочее, прочее Я вспоминаю свою школу У нас вот, собственно говоря, читала У нас очень хороший был класс Но так, кто вот, скажем, условно говоря Читал там «Войной мир», например Там, или Достоевского Но было 3-4 человека 5, может Многие не пишут вообще ничего Слава Богу, может быть Другое дело, что время само обустряется Время обустряется Оно сдает некий ритм жизни И действительно, я еще раз говорю Что литература все равно Хорошая литература отражения В жизни отражения того мира, который существует И действительно фразы становятся более четкими Может быть сейчас никто не будет писать Как Флабер, там, или, скажем Наверное, Лев Толстой Хотя и такие есть Зависит, опять же, от ритма самого Как человек живет Но большинство, да, оно пишет гораздо четче Более компактными фразами Но, понимаете, тут для русского языка Наверное, это не то, что не очень хорошо И не характерно Потому что русский язык очень богат красками Он действительно настолько богат И он оттенками богат, своими суффиксами, приставками Когда человек именно чувствует красоту этого слова Да оно ему такое дар слова Как некоторым дар слуха Дар живописи Дар видений красок Вот такой же есть дар слова Когда человек может этим огромным инструментарием Который есть Богатством этим пользоваться Тогда получает замечательную русскую литературу А упрощение Оно существует Но, опять же, тут, понимаете Писать простыми Чем проще фразы, тем, наверное, проще мышление человека Все-таки от этого хочется уходить Другое дело, что талантливый человек Может и в короткую фразу вместить столько всего Что этого будет, наверное, достаточно богатое вызвить чувство И главное, что еще вызвить чувство у читателя Хорошая книга не существует сам по себе Она всегда существует, когда есть читатель И читатель должен быть не менее подготовлен, чем автор И когда читатель становится именно соавтором Тогда возникает именно явление книги Когда читатель, может быть, что-то додумывает, домыслывает Он начинает довидеть за автором то, что автор, может быть, хотел сказать Но вот именно заставляет думать читателя Сопереживать, сострадать, вызывать какие-то чувства в нем Вот если это у читателя происходит, тогда книга, значит, получилась А количество коммерческой литературы вас не смущает? Все-таки на определенном этапе времени мы, на самом деле, были завалены книжками одного дня Ну, оно, наверное, заканчивается уже То есть это уже проходит Склады в Москве забиты И все эти литературы уже никто и толком не покупает Потому что действительно опять пришло понимание, что Если ты хочешь убить время за чтением книг Многие там брали в поезд книжку, там, прочитал и выбросил Из поезда за ночь То сейчас люди видят, что можно было, опять же, той же техники Как-то и по-другому время провести Это вот сейчас литература, которая не дает Не оставляет никакого отклика в твоей душе Она уже, собственно говоря, не нужна На нее действительно упал очень резко спрос И она уже перестает существовать в том массовом масштабе, в котором был Людей волнуют проблемы, вот именно то, что происходит внутри человека В душе человека, а не какие-то семьяки Разные люди пишут И у нас очень много литературы такой, что Где очень важны именно те обстоятельства, которые происходят сейчас Примерно, да, здесь и сейчас Ну, всегда за ними должно стоять вот то, что Чтобы человек, прочитав эту книгу, задумался, поднял глаза книгу Или заглял на себя Вот это важно И молодые, очень многие, да, именно стараются жить именно этим А сколько лет тем авторам, о которых вы говорите в среднем? Ну, мы работаем, у нас есть авторы, которым 7-8 лет У нас вот был конкурс, недавно проходил То есть это авторы уже того поколения, когда появился тот самый интернет О котором сейчас говорят, что он вытеснил книги из жизни Да, проходил конкурс, недавно проводил его городская библиотека Детская городская библиотека Среди молодых авторов Там были авторы от 7 до 14 лет И вот девочка на Гран-при получила ей, по-моему, 12 лет Замечательный просто рассказ, как мужик родину искал Удивительный рассказ, просто там такие вот у нее чувства, переживания То есть вот И это было так интересно читать Здорово все это было Вот автор у нас Дмитрий Ахмедшин Сейчас ему, по-моему, уже 26 лет Замечательный роман у нас в том году он в русском эхе Романов был обликован Туда, где Седой Монгол И он получил у нас премию журнал «Русское эхо» за прошлый год Вот у нее сейчас вот роман «Патриот» Начали печататься с третьего номера Сейчас говорю больше о прозаиках Потому что заберу сейчас как-то время больше прозвать Елизавета Кузьмичева интересный автор Вот Сергей Чернов у нас автор Его будет печатать повесть «Журнал наш современник» Поэтому авторы есть, они существуют Они присутствуют, они с ним переживают Вот в нынешнем дне Расскажите нам, что конкретно, например, интересного Можно было бы узнать о самарских авторах Где их найти, что читать Ну, самое, наверное, интересное Самое такое, где можно прочитать максимально все И самое хорошее, это журнал «Русское эхо» Он выходит 12 раз в год, у меня подписка объявлена То есть все вычитают Я периодически слежу, откуда у нас приходят подписчики Это по всей России у нас есть Поэтому читайте Там вся литература практически самарская Лучшая, и даже не только самарская Потому что у нас самарских авторов, наверное, пациентов 50 А там очень много печатается писатель Именно со всей России Присылают рукописи И мы такой журнал Очень знаковый для России О книге У нас есть замечательная серия Народный бюллетек «Самарский губерний» Которая уже выходит 8 лет И там Ну, все наши авторы В этой бюллетеке опубликованы Еще вспоминали Дмитрия Ахмедовича У него в этом году выйдет Там книга В этом году готовится книга Евгения Петровича Пурных Которому исполняется 60 лет Вот, выходит книга Бориса Сиротина Тоже ее Вот, он получил недавно буквально Знак, почетный знак От губернатора За труд во благо земли самарской Вот, его книга будет скоро выйти По 6-8 книг в год мы издаем А серия называется Народный бюллетек «Самарский губерний» Книги поступают практически во все бюллетеки области Их там можно взять Купить, к сожалению Вот тут уже трудно Потому что тиражи У нас как госзаказ получается Но в бюллетеках они есть А купить Обращайтесь к нам Союз писателей Обращайтесь в магазин Спрашивайте их Тогда они появятся на этих полках Спасибо вам большое За интересную и очень позитивную беседу Мы рады услышать Что на самом деле В писательской среде Все на самом деле весело И хорошо И есть надежда на то Что дальше будет появляться Все больше интересных книг Мы же теперь знаем Чем себя занять Есть повод сходить в библиотеку Это можно сделать уже завтра А пока мы желаем вам Приятного вечера Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому